доброго дня уважаемые слушатели школы всеосветные грамоты и гости канала сегодня мы с вами поговорим в очень интересной республике мы поговорим о 2 или ту я это это название сейчас я так понимаю она в обиходе то есть вот это положение тыва республика тыва это субъект российской федерации расположены в азиатской части россии граничит с монголией на юге и востоке входит в сибирский федеральный округ столица город козыл о нем мы тоже с вами поговорим тыва расположена на крайнем юге сибири верховьях реки енисей о енисея мы еще будем говорить но уже конечно будет отдельное видео великим рекам посвящено вот ну и будем говорить в рамках рассмотрения уже другой территории вот поэтому соответственно интересно она находится верховьях реки енисей горы занимают 82 процента территории из них 17 процентов приходится на высокогорье котловины 18 процентов на севере возвышаются западный саян и восточный саян на западе алтай на юге массив мангун тайгам о нем сегодня поговорим хребты цаган шибету тонну ула сенгилен вот прошу прощения если я не грамотно ставлю ударение потом очень интересная территория горная граничит с монголией то есть это уже взаимодействие с монголами чем монголия тоже сама по себе территория тоже очень интересная вот на территории тувы более 15 тысяч рек длиной более 10 километров общей протяженностью свыше 72 тысяч километров большинство из них принадлежит бассейну реки енисей наиболее крупно это большой енисей или пихаем малый енисей кахием или верхний енисей улук хем поэтому конечно интересно все таки отдельное видео именно посвященное енисею рассмотреть все вот эти матрицы слов очень интересно поэтому это еще предстоит в будущих видео под публикации сделаны вот ну как уже сказала это республика граничит на юге с монголии на востоке с республикой бурятия вот она 10 на карте на северо-востоке с иркутской областью эркутская область тоже видно о здесь вот о севере с красноярским краем вот еще красноярский край мы уже с еще будем с вами рассматривать на северо-западе с республикой хаккасии На западе с республикой Алтай. Тоже все территории мы рассмотрели, только Красноярский край нам еще осталось рассмотреть в этом регионе. Вот поэтому, соответственно, территория очень интересна. Климат резко континентальный, лето умеренно теплое в горах и жаркое в котловинах. Среднегодовая температура воздуха минус 5,5 градусов по Цельсию. Абсолютный минимум, максимум, это минус 59 градусов, максимум плюс 38. Поэтому такая вот интересная территория. Еще раз напомню, в большинстве случаев она горная. Этимологию рассмотрим Тыва и Тува. То есть и то, и то название. Тыва это еще и название, самоназвание тувинцев. О, соответственно, об этой народности мы тоже поговорим. Вот такая интересная территория. Тыва. Тыва. То есть на Тверде. То есть здесь уже идет сотворение Ново Тверде. То есть уже что-то сотворено, создано указующим перстом Божьим. То есть это сама территория, которая создана указующим перстом Божьим для того, чтобы единением сил, или бесконечным единением неба и Тверде, взойти на новую ступень. То есть эта территория создана, соответственно, высшими силами для того, чтобы бесконечно единять небесное и земное, и тем самым взойти на новую ступень. То есть азы в одном из видео очень подробно рассматривали. То есть это и формирование потенциала. Азы это и новая. Такая очень интересная буква. Они написаны много томов. И здесь получается, ты веданием идешь на новую ступень. А ты это тот, кто сотворен указующим перстом Божьим. Кто живет, скажем, соблюдая заветы предков, но заветы высших сил, соблюдая заповеди. И тем самым человек формирует в себе будущее. То есть когда он обобщает на Тверде все, что он делал, и это сеет. И тем самым он получает отклик уже в будущем. То есть либо он здесь пару обретает, либо свое будущее, либо воспринимает какие-то еще дополнительные знания. То есть человек живет здесь в гармонии с природой, с Божественными силами. Поэтому территория такая очень интересная. И ведущая, кто ведает, тот защищен. Потому что здесь в виде это выжигание нездраво и обобщение. То есть мы обобщаем и тонкую материальную часть, субстанцию, и грубоматериальную. И тем самым строим справнославный путь. Вот этот серединный путь. То, что наработано здесь, это дает возможность зайти на новую ступень. Вот такая интересная территория. А если Тува, а здесь знаниями Тверди, смотрите, идет дальше интересная система. Для чего? Для того, чтобы эти знания уже заповедально действовали. Для того, чтобы эти знания на Тверде дали возможность заповедям сюда прийти и воплотиться, и сформировать вот тоже этот серединный путь. Поэтому обратите сюда Тува. То есть знания на Тверде, а не для чего? Для того, чтобы человек еще мог воспринять еще более возвышенные знания. Ижица Видева, это Костеевы заповеди. То есть это правило поведения для восхождения на выше лежащую ступень. Да, вот она, ВА. И так можно записать. И еще, видите, дар окрестного видения здесь мощный. То есть для того, чтобы еще знаниями, которые на Тверде сформированы, вот эта материя грубо сформирована, ими еще наработать свои тонкоматериальные качества. И вот этот принцип здесь реализуется опять и опять. То есть грубая материя строит тонкую материю, тонкая материя строит грубую материю. И этот цикл, он постоянно повторяется. Но не повторяется, да, все-таки на новом витке и обрастает уже новыми качествами. Поэтому и здесь знания на Тверде дают возможность воспринимать более знания с выше лежащей ступени для того, чтобы построить здесь правонославный путь и обрести вот этот могущий дар окрестного видения, то есть возможность еще больше взаимодействия с окружающим миром, с окружающей средой. Вот такая-то интересная территория. Территория, столица, город Козыл. Да, очень интересно. Тут два вот Яры, вот слово Тыва. Тыва, вот Яры, указующий перст Божий. То есть, соответственно, что мы здесь видим? Буква Каку, как сотворяется жизнеустрой, или это ангел-сетель из будущего, то есть вот, который, видите, человечность из будущего, сеет человечность. В настоящем звезду опала человек родился. Все это с опорой на знание прошлого. То есть знание прошлого, то, что сконцентрировано территорией, народностью, на то, что наработано, все это дает возможность воплотиться в соответствующей системе. Вот эта вот система люди-крестизации, для того, чтобы как раз уже человек воплощался сюда, на этой территории, уже, ну, скажем, подходящий человек, который может дать развитие этой территории, дать восхождение этой территории и сам зайти. То есть через свое восхождение человек может дать возможность зайти этой территории. И это и есть указующий перст Божий. То есть получать ангел-сетель из будущего, он действует согласно указующему персту Божьему. То есть это так предначертано. И это через единичество, это буква Земля, это потворцовый фактор, то есть единичество творцовости небесной и земной, для того, чтобы сформировать творцовость, вот эту справнославную творцовость будущего, которая тоже будет соблюдать вот эти правила бытия указущего перста Божьего, может быть, уже более высокого плана. И вот таким образом, да, и приходят сюда люди, для того, чтобы люди реализовывали свою потенциалику, свой концентрат. Вот здесь, да, они еще только воплощаются, человек, а мы знаем, что и десятиричное, вот, под определенным углом воззрения, это буква Люди. Вот, поэтому здесь, то есть получается, еще только идет зарождение человека, который, да, будет, да, по согласованию с высшими системами, через вот это единение, через потворцовый фактор, через нашу всю Землю, да, ведь это же символ нашей планеты, Земля, для того, чтобы снова согласно указующему персту Божьему, приходили люди, воплощались люди и восходили люди. Поэтому это территория для восхождения человечности. Восхождение к человечности во взаимосвязи с Божьими мирами. А вот здесь, а здесь система у нас душевности. К, это душевность или работа энергоцентра, то есть душа, которая воспринимает небесные азы и биогенизирует все вокруг, то есть душевными качествами работы энергоцентров. По согласованию с указующим перстом Божьим, то есть когда человек получает ответ от высших систем, правильно он делает, неправильно делает, то тогда он биогенизирует, он осуществляет биогенизацию. То есть когда человек с душой взаимодействует с высшими системами, с духовностью, со своей, он связан, вот, то здесь происходит биогенизация, то есть облагораживание окружающего пространства для того, чтобы создать защиту, защитные условия для воплощения прихода указующего перстом Божьего. Поэтому эта территория все-таки вот прямо из этимологии, и Тува, и Тыва, и Козыл, прямо вот чувствуется связь с божественными системами. Да, то есть они вот прямо ориентированы на этот опыт. Такая интересная территория. Дальше Тувинцы. На самом деле Тувинцы, Тыва, самоназвание, но уже я не буду рассматривать эти мологи, мы уже поговорили, еще Саиоты, Саионы и Урианхайцы. Это считается устаревшим названием, поэтому мы обязательно и рассмотрим. Тувинцы. А вот здесь знаниями на Тверде. Вот смотрите, и снова восхождение человека в будущее. То есть знания на Тверде дают возможность жизнестрою обеспечить восхождение человека в будущее. То есть человек уже в будущем защищен. Поэтому эти люди, они чувствуют будущее, они знают будущее. И здесь очень много связей с будущим. Даже вот Ерыма возьмем, указывающий пизда Божий. И вот этот, увы, действует через наш, через единочество людей. Земли, люди, неба, знания небесных, знания земных. И получается вот единочество, и потворцовый фактор земля, единочество небесного и земного. И в виде мы рассматривали, бесконечное единочество неба и земли. И вот здесь. Поэтому люди эти действуют, они единочные, они выполняют эту функцию нашей планеты Земля и единяют небесное и земное. Но больше здесь вот по, именно по этимологии направлено на небесное. Ну потому что и горы, да, это все-таки это возвышение, Господняя Ольба, горы. Для того, чтобы и снова, да, сотворять в согласии с указующим перстом Божьим. А вот у Рианхайца тоже очень интересно. То есть знания, которые выработаны мозговитостью через коллективный дух-разум, они единяют людей земли, люди неба, знания небесные, знания земные. А вот здесь еще НХ. Вот это очень интересно. Обратите внимание, да, вот мы, у кого наш, люди земли, вот с людьми неба. Единочество, вот, скажем, повременное. А вот Буковихер, единочество, да, потворцовое. Вот здесь люди земли, люди неба. То есть здесь оно, ну, скажем, вот так вертикально, да, можно вот так сказать. Здесь вот так. Да, то есть интересно. И вот эта НХ-система нам дает такое мощное единочество небесно-земной человечности и во временах, и по Творцово. Через, да, вот эта система, через вообще и Хай, да, тоже интересно это приветствие. Да, то есть это уже такая вышесемейственная чувственность. То есть это уже возможность воспринимать, да, своими чувствованиями, да, вот буква И, это и так же экстрачувствительность, то есть способность воспринимать уже возвышенное знание, возвышенной энергии. А здесь это еще более совершенное, то есть это либо дать возможность уже вот воплотиться в высшему какому-то ангельскому началу, да, либо уже воспринять очень такие мощные, концентрированные божественные знания. Вот, и для того, чтобы воплотить, да, стать Творцами, неворожденцами, да, и своими результатами способствовать приходу еще более совершенных систем воплощению, приходу вот на эту территорию. Поэтому это народности, они вот, конечно, много могут знать, и знания у них не вот как мы привыкли академические, энциклопедические, а именно, которые они воспринимают просто из окружающей действительности, потому что буква Хер, тут очень много вот единяющих факторов, то есть они имеют возможность, способности воспринимать просто знания из мира, из окружающей действительности, в том числе от божественных систем. Конечно, по мере развития и дара окрестного видения, по мере развития способностей, вот и насколько человек здрав, насколько биоструктура, потому что нужно понимать, то, что я говорю, да, это вот то, что заложено, это вот потенциалик, это этимология слова, а то, что по факту, это уже, скажем, степень реализации того потенциала, которое есть. К сожалению, сейчас человечество деградирует, но деградирует. И 14 тысяч лет назад была золотая эра на планете Земля, где было у людей 33 органа отчувствования, задействовано, было 100% разумности на себя задействовано, сейчас 3% разумности, 5 органов отчувствования, то в болезненном состоянии. Вот, поэтому люди, к сожалению, придают разумность, такая среда, очень агрессивная, которая не способствует восхождению человечности. И, конечно, это влияет. Вот, поэтому и нужно понимать, да, если человек есть, свобода воли, она дала, да, она божественным систем, божественными системами. Вот, поэтому и кто-то, вот многие там говорят, что вот все же создал Бог, вот, и значит зло тоже, он создал, значит, это нужный элемент. Но нет, это не так, потому что Бог создал людей, он совершенных создал людей, да, разумоносцев, он вложил все самое лучшее, что у него есть, но он каждому, вот, созданию своему, дал свободу воли. И человеку свободен, да, он может стать и должен, да, вот это потенциалик, и должен стать совершеннее, чем сам творец. Вот, ну, а кто-то выбирает путь деградации, да, предательства тех способностей, возможности, которые заложены. Поэтому не надо здесь искать виноватого где-то, да, виноватые тоже есть те, кто препятствует восхождению человечности, они будут нести ответственность, но и человек тоже будет нести ответственность за то, что он где-то, да, поступил против совести. Хотя в настоящее время по совести действительно жить очень сложно и тяжело, иногда даже практически, в каких-то случаях невозможно. Ну, вот, и вследствие этого мы имеем то, что имеем. Вот, поэтому, вот, дальше мы поговорим о Монгун-Тайга. Сегодня немножко уже упоминала об этой возвышенности. Монгун-Тайга это горный массив, вот, вершина горы, это самая высокая точка восточной Сибири, увенчана сверкающим ледниковым куполом. В ясный день Монгун-Тайга отливает резким серебристым светом, подтверждая свое название. Монгун-Тайга означает Серебряная гора. Поэтому мы сейчас с вами рассмотрим этимологию данного горного массива, очень интересно, да, Монгун. Мы сразу видим здесь по корневую основу Монгун, да, то есть Мона единый, Мона один, да, и мы знаем из Бога один. Но вот обратите внимание, очень интересно, у нас есть буква Ро, вот как раз, да, напоминает нам как раз единичку. Вот она единичка. И вот здесь нужно понимать, один, ну, это единый, да, единый и единичество. Поэтому вот здесь, да, вот этот момент очень важен, что каждый человек, да, мы единичка, которая объединяет очень многое, и которая, да, составляет часть единичества. Вот еще видео части целое, вот, как-то тоже много об этом говорю, тоже интересно рассмотреть, вот, соотношение части и целого, потому что по этому принципу, вот, матрешечки, очень много построено, вот, и поэтому здесь, ну, тайга, конечно, тоже очень интересно, мы сейчас поговорим, да, поэтому Монгун, то есть Мо, это звезда, выжигающая нездравая, то есть вот эта зона внутренняя, она образумливает, да, это предтича женского жизни начала, предтича хер буква, да, то есть когда вот восходят дети, вот сюда дети восходят, у нас какая формируется, буква хер, вот оно, мы уже с вами сегодня о ней говорили, вот эта зона внутренней образумливания, сюда можно фотографии человека, фотографии больного органа, да, и будет выжигаться нездравая, то есть потому что нездравому здесь нет места, там мы часто говорим, что нездравая, вот, оно, как бы, в таких теневых местах, где-то гнездится, там, да, где темном, сыра, где вот такое грязь, вот в таких местах, а здесь видите, все подсвечено, да, мощным разумным фонариком, да, подсвечено, здесь нет места, куда спрятаться нездравым, поэтому здесь происходит мощное выжигание, вот, мощное выжигание, вот, для того, чтобы объединять самым здравым, самым лучшим людей земли, людей неба, знаниями небесными, знаниями земли, и тут люди объединяются, объединяются друг с другом знаниями, знаниями обо всем самом лучшем, вот, понимаете, вот, почувствуйте, поймите, вот этот принцип объединения людей, знаниями, самого лучшего, то, что каждый из нас нарабатывает знания, вот, оживя эту жизнь, бывает сложную жизнь, нарабатывая этот горький опыт, но это опыт становится, вот этот опыт наши, каждого человека, и формирует коллективный дух разума, формирует всех нас в единую разумность, единую эко-нишу, вот он, дар окрестного видения, людьми, дар окрестного видения, наш коллективный дух разум, и вот здесь, вот это вот она система ово, а ведь это и мо, да, потому что это видение, мо, это потворцовое видение, да, если вот эти системы единяются, то получается у нас знак бесконечности, вот он, потворцовое мо, вот, поэтому и здесь, то есть получается, выжигание нездравого, люди единяются с вами самыми лучшими достижениями, и тем самым, да, они уже, да, вот этот процесс способствует, да, приходу, воплощению сюда небесного свет, приходит на территорию, очищена, есть люди, которые готовы воспринимать вот этот свет, и тогда формируется система юн, представляете, вот она эта система юн, а что это, это одетенный жизнестрой, вот у нас есть жизнестрой, а здесь он одетенный, то есть здесь очень плодородный, плодовитый, то есть здесь уже мы видим, вот эту букву наш, здесь уже объединяются знания, люди, знания, и все это рождает ново, вот эта детковость, вот как почечки такие, то есть это рождение, нового рождения, еще более совершенного, и получается, вот обратите внимание, люди, выжигая нездравое, они обретают возможность объединяться с людьми, всем своим самым лучшим, что способствует еще вот к этому объединению, приходит более высшая система, они это видят, и соответственно, они к этому объединению присоединяются, представляете, да, они, вот, и тогда люди, они воспринимают вот эти божественные энергии, божественные знания, и становятся юными, господь да молот, вечно юн, вот они, да, и гуны, здесь интересно, потому что гун, ун, да, вот она, эта система, если титла, будет юн, а без титла, да, мы читаем, ну и наш, ун, вот эта система, и вот эта система, такого вот, такого вот, живительного построения жизни, дает дорогу для тайги, усиливает тайгу, то есть это здравое восхождение, грамотное восхождение, а та это страж ПВКС, который единяет с собой две ПВКС, да, через семейственность, уже с приходом, видите, ангельского начала, то есть получается грамотное восхождение семьи, с приходом, воплощением в эту семью дети, вот эта буква ГА, это же святая молитвенная буква, святой молитвенной семейственности, почему вот во имя отца, отцовская жизнь и начало, во имя отца и сына, вот дать, и святого духа, это дар окрестного видения, мы говорим умень, это с опорой на женское жизнь и начало, а ведь как образуется буква ГА, вот оно мышление, вот мы здесь, смыслите, начинаем, да, когда жизнестрой возвышает мышление, или на небесном мышлении возвышается наше мышление, и вот в мышлении возвышение мужского жизненачала, и дальше уже идет формирование даров окрестного видения, вот эти системы, это система ОВА дара окрестного видения, поэтому вот это соответственно необходимые условия для построения коллективного духа разума, для вообще для жизни человека, если не дар окрестного видения, это уже шестерочник, это уже нелюст, это зиды, это зраковые клетки, тогда поэтому и вот тайга, то есть это когда здравое, грамотное восхождение семейственности с воплощением детей, дает возможность семейственности взойти, то есть наработать такие отцовские материнские качества, что это уже становится святой семьей, поэтому тайга это такая очень территория благостная, благоприятная для формирования семейственности, она вот как раз бережет этот опыт, а вот зидает, а если вот эту мы систему с вами посмотрим, то есть мышление, мы строим жизнь, вот здесь тоже очень интересно, мы сейчас посмотрим вот эту систему, он немножко к ней прикоснемся, что мы здесь видим? Вито, да вот смотрите, мы строим с жизнеспираль, вот так вот у нас правая спираль, и вот здесь у нас получается вито, то есть мы вот единяем, ту вот вся спираль она идет, идет и мы ее вито единяем, и дальше, вот это и деть сформировали, вот здесь деть, да мы ее сформировали, то есть это концентрат всего самого лучшего, и дальше идет поворот, И получается вот эта система на следующем повороте вот так. Нужно понимать, что эта система вроде бы он, то есть это проявлено мужской активной жизнью. Но оно действует через женское жизнью начало. И вот так строится поворот жизни. А вот это называется детевая дорога. То есть мы, даже можно сказать, это как бы справнославный путь, потому что это чуть повыше. То есть мы, вот этот справнославный путь, это путь концентрации всего самого лучшего. То есть вот это справнославные люди, когда они строят свой путь объединением небесного и земного, и при этом получение чего-то более совершенного, самого лучшего. И вот это строится жизнь, да, вита, повороты жизни. Вита – это жизнь, здесь повороты жизни, вита – коловрачение. То есть мышление мы строим жизнь, а вот дальше система ГУ. Гун, и даже мы можем ее написать вот так, здесь просто в швитах этого нет, да. То есть вот буква Гельфь, мы ее дальше систему УК, вот. И дальше мы можем систему наш еще сюда же, Монгун, вот так. Да, вот это такая вот она здесь, это УК, вписано. То есть, получается, знания, единяя, да, через знания, вот смотрите, святая молитвенность, семейственность, молитвенность дает возможность, да, знанием обосноваться на тверде через люди неба, для того, чтобы уже нашли свое обоснование люди земли. Да, то есть вот такая интересная здесь система. То есть, когда мышлением люди строят жизнь, при том, что плодотворным мышлением люди строят жизнь, то это дает им возможность, да, вот уже мышление, вот оно здесь восходит, да, вот мышление уже вот возвышено. То есть мышление нарабатывает новые качества. И эти новые качества дают возможность людям уже сформировать новые знания, вот через такой подход. А этими новыми знаниями люди находят свое здесь обоснование на тверде, да, то есть такая опора, вы представляете, да, вот, вот, так, здесь я немножко так, еще, да, надо дописать. А, нет, все правильно, так, вот, да, да, то есть вот эти знания дают возможность здесь и обосноваться людям. Все-таки вот так будет грамотнее, да, у и система наш, вот таким образом. Вот, поэтому вот здесь, да, то есть получается вот эта святость, возвышенное мышление дает возможность уже и сформироваться вот этому одетенному жизни строю, то есть плодотворности для того, чтобы на тверде, да, строить тверде, строить новую материю уже через высшую чувственную семейственность. То есть люди, когда строят, это уже материя и нового качества для того, чтобы, да, вот здесь нашла обоснование вот эта высшечувственная семейственность, молитвенность. Такая вот эта, я не знаю даже, что может выше быть по качествам семейственности, чем эта буква. Да, то есть когда мышление, здесь уже возвышенное и мужской жизненачало, видите, оно действует вот в таком святозарном прошлом, и все это оттуда лучше концентрирует в деть, и все это находит опору на тоже чувственное, вот, женское жизненачало, то есть находит воплощение. Поэтому буква, конечно, это очень-очень великая, и поэтому, да, вот это прикоснуться к этой горе, вот, это, конечно, так. Это очень не то, что приятно, да, это возвышенность, вот, поэтому, конечно, здесь и люди должны жить достаточно возвышенно мышление, потому что, ну, в общем-то, да, вряд ли эта территория прощает ошибки горные, тем более, если кто поднимается в горы, любит восхождение в горы, то, соответственно, как сейчас технологий много, но все-таки, да, это очень такая история интересная. Поэтому вот мы с вами сегодня прикоснулись немножечко к Туве, это, конечно, очень интересная, я бы сказал, загадочная территория, много здесь еще сокрытого, непознанного, ну, наверное, до лучших времен, когда люди будут готовы воспринимать вот те знания, которые наработаны данной территории, то люди, да, получат доступ, соответственно, через коллективный дух разум, вот, так же, как и, да, поэтому это все-все народности нас объединяет коллективный дух разум нашей великой Родины, необъятной, очень могучей, великой. Вот, поэтому всем Тувинцам большой-большой привет, Тувей привет, вот, спасибо вам большое за ваше внимание, за ваше участие, вот, и, конечно, всем слушателям спасибо, всего доброго и до новых встреч, пока-пока.